Добрый вечер! Всем меня зовут Владимир Елистратов. Я очень давно в УСМ, но впервые участвую в схемотехнике. Мой доклад называется «Горы, реки и леса в блендере увижу я». С этим у меня вопрос. Кто знает, о каком блендере идет речь? Можете поднять руки? Очень хорошо. Блендеры – это такая трехмерная платформа с открытым кодом и бесплатной, которая позволяет создавать очень удивительные вещи. Буквально на днях вышел так называемый открытый фильм. Я, может, даже покажу. Ну, это имеет… Короче, вот очень просто… Голливуду не снилось, все это сделано в блендере, короче, сможете сами посмотреть. Ты сел сюда? А? Не-не-не, это не я, это делала группа там в блендере. Анимации, продвинутые материалы и так далее. Скачать можно Blender.org. И вот, если у кого стоит вопрос, что использовать – SketchUp или, может быть, использовать взломанный 3D Max. Ни в коем случае, только Blender. Один раз попробуйте, и это навсегда. Ну, еще раз скажу, что есть такая вот интересная вещь, как Blend4Web – это такой плагин для блендера. Там, подготавливаешь все в блендере, а потом раз, по нажатию одной кнопки – все это экспортируется в браузер. Это круче, чем в Увис. Конечно, круче. А вот это там нет, но вообще, может, идет как-то. Здесь вся анимация и все такое. Нам быстро надо что-то делать. Короче, вот. Все это в браузере. Никакой дополнительно не нужно ставить такой плагин. Он, собственно, теперь ближе к моему докладу. Три года назад я создал такой небольшой плагин для блендера, который импортирует OpenStreetMap. Прошлую осенью я его значительно расширил. Он теперь позволяет, давайте я тогда вам покажу, что он позволяет. Работа происходит следующим образом. Я покажу, что есть, потом покажу текущую работу. Вашу вот картинку показал. Происходит следующим образом, значит открывается специальное окно. Тут выбираете какую область хотите загрузить в блендер. Выбрали, скопировали ее. Дальше нажали вставить. И дальше нажимаете импортировать рельеф или OpenStreetMap. У меня есть уже тут сохраненный файл. Можно и файл тоже импортировать. И давайте я нажму прямо сейчас, нажму Import OpenStreetMap. И сейчас вот должен чудесным образом здесь появиться Кремль, я надеюсь. И надо же, появился. Мы должны поблагодарить вот автора. Вот кто днями и ночами сидел, рисовал. Вот он как-то скромно машет рукой, на первом лиду сидит. Который все это отрисовывал. Но это еще не все. Тут есть возможность импортировать рельеф. Вот он. По заданным координатам. А потом, если задан рельеф, импортировать то же самое, но все это будет автоматически поставлено на рельеф. Буквально с секунды на секунду все это появится, да, вот. Области, они, допустим, лес, там, трава, все это разрезается и проицуется на рельеф. Ну, давайте я покажу какую-нибудь большую территорию. Например, вот значительная часть Москвы. Здесь 37 тысяч домов. Все это было импортировано за примерно две с половиной минуты. У меня есть две новости. Одна хорошая новость, а другая новость очень хорошая. Хорошая новость, что плагин платный. Это означает, что я могу полный день работать, поддерживать и все такое. Серьезно? Конечно. Или ты шутишь? Абсолютно серьезно. Найти его можно так, Bender OSM набрать. И здесь, ну, можно вот по любой ссылке, скажем, вот эта основная ссылка. А очень хорошая новость, что код открыт, код GNU.GPL. 5 долларов стоит? 6 долларов стоит? 5.90, да. Возникает вопрос, как же можно продавать... Я хотел... А, вот, да. Вот эту статью хотел показать. Можно ли продавать открытый код? Я вас отошлю к статье, которая опубликована на сайте GNU.org. Продажа свободных программ. И прочитаю... Прочитаю первое предложение. Многие убеждены, что дух проекта GNU состоит в том, что вы не должны брать денег за распространение копий программ, или что вы должны брать как можно меньше, только чтобы покрыть расходы. Это заблуждение. Я на этом остановлюсь. Дальше статья объясняет, почему это заблуждение. Так что... В смысле, никто не будет? Извините, я просто... Но теперь я рассказал о том, что есть, и расскажу теперь о том, что будет. Это то, что будет уже в ближайшее время. Реалистичная природа, и вообще дальше будет все это обрастать реализмом. Будут там и дороги со временем импортироваться, и текстуры будут у домов. В общем, будет все очень хорошо, все будет реалистичное. Это находится вот территория... Может быть, вы знаете, где это находится? Ну, хотя бы страну, может, предположите. Россия. Нет, это не Россия, это находится в юго-западной Англии. Называется Морвел. Как же Морвел ставит? Написано, кстати. Да, кстати, написано. Ладно, тогда перейду к этому примеру, как все это будет выглядеть. Ну, собственно, точно так же импортируется рельеф, импортируется, и дальше ставишь... Ставите здесь не Simple, а Realistic. И, собственно, все практически по нажатию одной кнопки получаем реалистичную природу. Давайте посмотрим. На самом деле, я вот тут уже подготовил, импортировал реку, и также поставил здесь вот так небо, чтобы была красивая картинка. Осталось импортировать луга, farmland, это сельскохозяйственные поля, long-use farmland, ну и леса там тоже есть, ну и там еще кое-какие встречаются, там типа кустарники. И как же это происходит? А вот точно так же. Нажимаем кнопку импорт, то есть импорт будет из файла. Я пока переключу, чтобы было побыстрее. Режим. Импорт. И буквально с секунды на секунду все, импорт закончен. Давайте посмотрим, что получилось. Я упомянул леса, вот почему-то лесов нету, это сделано намеренно, они просто отключены, потому что небольшой лес, даже это уже будут сотни тысяч деревьев, они тут все есть, но я их просто отключил, чтобы они не мешали просмотру. Вот я включу. Сейчас они появятся, вот они появились, деревья, но они не все, это только, сейчас скажу сколько процентов, только 4% деревьев из 250 тысяч деревьев здесь отображаются. Собственно и все. Дальше запускаем отрисовку. Клавиша R12. И получим в итоге вот такую картинку. После того, как это будет отрисовано. Здесь 250 тысяч деревьев. Еще у меня есть одна картинка. А это где, кто может сказать? Еще какие варианты? Нет, это не верно, чтобы сбить с толку. Название финское. Да, название финское это Ленинградской области на границе с Финляндией. Ленинградской области. Там вот где, ну короче, Светлогорск, не не Светлогорск, как называется? Светлогорск. Светлогорск, да, вот там. А что с камнями? А что с ними не так? Это деревья или трава? А, это блох. Это крупный план на блоху камень. Почему понравились камни? На самом деле, ряд такая есть, если вы посмотрите. А камни эти, то есть высота у них от чего появилась такая? В СРТМ ожидать, что появятся такие скалы не стоит. Там разрешение, это вот все, что выше Санкт-Петербурга. А там 100 метров разрешения с РТМ. Поэтому таких скалы там, конечно, нет. Но зато скалы там нарисованы так примерно в SM, как в Bear Rock. Они нарисованы. И здесь вот идет отрисовка, я ее приостановлю. Мы уже видели, как что получится. И открою этот файл. А вот рельеф он с API как он-то берется? Рельеф берется из Амазона. С сервиров Амазона туда весь СРТМ рельеф выложил и подготовил Mavzen. Все автоматизировано. Просто нажимаешь кнопку, импортировать и рельеф готов. Вот эта территория. Здесь было так сделано, что были вырезаны на рельефе области, где находится скала. Дальше они вручную примерно, чтобы показать идею, они были высечены в лендере. И еще покажу, я вот упомянул возможность импорта в браузер. Здесь может быть не такая будет хорошая красивая картинка. 45%. 55%. И деревья здесь далеко не все. Но, тем не менее, я думаю, что в обозримом будущем, я думаю, что это все можно будет смотреть интерактивно в браузере. Там, если необходимо, анимация будет, снег будет идти, там все это можно будет сделать. Дождь, если хотите дождь будет, дождь идти. А извержение чем? Извержение запросто. Это довольно легко сделать. Для чего это делать, если есть F4Map? F4Map? Хорошо сделайте анимацию, чтобы машинка ваша так двигалась, например. Попробуйте сделать F4Map. Сделайте свои текстуры для зданий. Сделайте свои деревья. Как вы это сделаете? То есть ты хочешь сделать такую платформу, которую конфигурировать? Это все можно, все свое вставить взамен того, что автоматизировано. А текстуры по тегам, например, присваивать? Как этот матчинг? Ну, здесь есть вот, конкретно в этой области есть land-use meadowlook, вот это вот farmland, и есть еще там где-то вдалеке, там есть кустарник, scrub. В зависимости от этого тега присваивается та или иная текстура. Я думаю, что уже в каком-то обозримом ближайшем будущем, там делом нескольких месяцев, можно будет создавать такие красивые трехмерные карты природных объектов и особо охраняемые зоны. А можно ли накладывать на Землю геотиф с привязкой? Например, космоснимок или отремленный ОСФ? Можно, в принципе, да, можно. Ну, у меня задача, это мне... У меня была все-таки задача воссоздать, воссоздать природные объекты. А сезоны года можно, Господи, зимой? Я думаю, да, что на следующий раз, когда я буду выступать, будет что-то, наверное, зимнее. Зимнее, осеннее. Ну, или сразу и зима, и осень. Все четыре это без листвы вообще, если говорить про весну. Ну, я думаю, что зима само собой напрашивается. Да, зима будет и тоже интересно посмотреть осенью, чтобы все это было такое красно-желтое. Надеюсь, что на следующее выступление до этого дойдет дело. Симулятор полета будет? Симулятор будет? Консорсный. Для авиасимулятора это нужен просто экспорт все это, в общем, загнать в нужный формат и использовать. А для симулятора есть же X-Plane. А? Инструменты расчетов, аналитики, вставления объемов. Анализа чего? Ну, там, не знаю, плоднение, вставление, вставление, вставление. Напиши свою краску. Я думаю, что... Больше красок хороших красок. А я бы ответил так. В Blender делают удивительные вещи с помощью интерфейса на Python. Чего там только не делают, каких только просто там плагинов нет. В этом смысле все возможности открыты для интересующихся этой темы. Сам я, вряд ли, что-то буду рассчитывать. То есть тут сейчас самое важное это визуальные составляющие. Визуальные составляющие, да. Это те, кто покупают в первую очередь, они покупают визуальные составляющие. Визуальные составляющие. Визуальные составляющие. Визуальные составляющие с клиентом. Я доволен продажами. Надеюсь, что будет еще больше. После выхода этой версии, которая... Как премиум. Рассказывай про модель. Обновления входят? Что продаешь? Фальцом. Кроме шуток. Почему они не покупают? Есть бесплатные? Нету. Я ее убрал вообще. Конкретно там был такой случай, что... Была. Была, да. То есть он заманил и бросил людей. Нет. Поводом было, что человек работает в ютубе, то есть он программист, а еще ютубер, там несколько миллионов. И он, типа, ему было, не стал платить, использовал бесплатно. А она стоила тогда еще меньше, не 5,90, меньше стоит. Ты, как бы, не боишься, что... Не боюсь. Не боюсь нисколько. Заходи, берег, кто хочет, да? Да. Как ты оценишь, когда появится... Китайцы скопируют. 1 секунду. Бесплатно. Ну, появится хорошо. Это же третье же дело. Я думаю, что вот... Сейчас будет природа, там дальше... Дороги, дома... Рано или поздно появится. А для чего его применяют клиенты, например? Используют дизайнеры широкого профиля. Они занимаются там и дизайном упаковки, и дизайном там всяких логотипов, и заодно там что-то трехмерное делают. Это самая большая группа, дизайнеры широкого профиля. Есть еще небольшая группа архитекторы. Архитектурное бюро тоже используют. 2ент, 3ц. 2 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5